2015 год в Хакассии проходит под знаком 20-летия Конституции Республики. А юбилейный месяц, май, стал самым насыщенным на различные официальные научно-практические мероприятия, а также культурные и творческие. Отпраздновать одну из важнейших дат в истории Хакассии пригласили всех жителей Республики, особое внимание подрастающему поколению. Для учащихся 9-10 классов из Черногорска прошел необычный урок прямо в стенах парламента. В качестве педагога и экскурсовода выступила Лариса Карпова, председатель Комитета Верховного Совета по культуре, образованию и науке. Темой занятия стало 20-летие главного документа. Школьникам показали фотовыставку, иллюстрирующую главы Конституции, право на труд, гарантии социального обеспечения, получение образования, медицинских услуг и другие. Затем в Большом зале заседания Верховного Совета ребята могли почувствовать себя депутатами. Здесь им объяснили систему голосования, рассказали о работе народных избранников во время сессии. Ребят познакомили с нашим гимном, а также историей герба и флага. Узнали старшеклассники и много деталей о рождении самой Конституции. Вот кажется, мы маленькие, население немного, да, но у нас очень большой статус. Потому что в Конституции записано, что республика, в скобочках, государство. Познавательная экскурсия наверняка запомнится школьникам, и кто-то, возможно, всерьез заинтересуется вопросами законодательства, чтобы через несколько лет посвятить этому настоящую научную работу. Как это сделали участники межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 20-летию принятия Конституции Хакасии. Работа проходила одновременно в пяти секциях, в каждой из которых представители научных кругов, органов власти обсуждали роль и значение Конституции для основных сфер жизни республики. Итоги работы на брифинге для журналистов подвели руководители секций. Она явилась той основой, которая позволила через призму Конституции республики Хакасия совершенно по-новому, наверное, каким-то особым взглядом оценить весь спектр политической, экономической и культурной жизни нашей республики. Новый взгляд – это свежая оценка, анализ молодых, начинающих ученых, студентов, юристов, историков. Самые лучшие работы по результатам конференции были отмечены памятными дипломами и цветами. Участие молодежи, именно студентов в этой конференции, как раз показывает, что молодежь активно интересуется этим и предлагает какие-то новые идеи по реализации и развитию этих сфер жизни республики. К юбилейной дате приурочили и презентацию книги «Народом избранной». В ней повествуются об истории парламента Хакасии, этапах становления Верховного Совета, его работы. Значительная часть экземпляров будет передана в библиотеки городов и районов республики. Пополнятся фонды и образовательных учреждений Хакасии. Она подготовлена депутатами Верховного Совета, работниками аппарата Верховного Совета. И, по сути дела, коротко изложена работа всех шести созывов, включая последний. Я думаю, она послужит хорошим подспорьем в работе и студентам, и преподавателям, и общественности широкой, и политическим партиям, которые сегодня у нас представлены. Я думаю, она будет хорошим пособием и в библиотеках. Кстати, празднование юбилея Конституции совпало с профессиональным праздником библиотекаря. Депутаты уже по традиции приехали в сельскую библиотеку Стебакана и в качестве подарка передали новые издания, а также канцелярские наборы для организации работы с читателями в летнее время. В этот день, когда и 20-летие Конституции, нам очень приятно и поздравить всех с Днем библиотек, библиотекарей, всех жителей Усебаканского района и поблагодарить их за плотную работу и за то, что они душу вкладывают в каждый свой шаг при работе с людьми. Кульминацией празднований, посвященных 20-летию Конституции, стало торжественное собрание, которое предварило заседание 18-й сессии Верховного Совета Хакасии. Участие в мероприятии приняло руководство республики, а также федеральные гости. Мы даже иногда не понимаем сами, при каких исторических серьезных событиях присутствуем, потому что 92-й, 93-й год, 95-й год были совсем недавно, но в столь короткий промежуток времени вместилась огромнейшая история страны в целом и республики в том числе. Конечно, особое спасибо, низкий поклон Владимиру Николаевичу Штыгашеву, бессменному руководителю Верховного Совета и его депутатам, которые работали с ним в первом созыве, и которые создавали эту конституцию. Она на самом деле очень стабильна. Вы посмотрите, в нее не вносились изменения, именно касающиеся нашей республики, а вносились изменения, которые были связаны только с изменениями федерального законодательства, федеральной конституции. Это говорит о том, какое качество было у этой конституции, которая была разработана 20 лет тому назад. Роль такого важного события, которое при непосредственном участии депутатского корпуса республики произошло 20 лет назад, сложно переоценить, потому что именно с проработкой и принятием Конституции республики связано становление Хакасии как полноправного, самостоятельного субъекта Российской Федерации. В завершении торжественной части заседания глава Хакасии Виктор Зимин и председатель Верховного Совета Владимир Штыгашев вручили государственные награды Российской Федерации и Хакасии жителям республики за достижения в различных сферах деятельности. Официальные торжества завершились, но праздничные мероприятия продолжаются. Уже 6 июня пройдет спартакиада среди муниципальных образований республики Хакасия, посвященная 20-летию Конституции. В спортивных соревнованиях участие примут не только муниципалы, но и члены правительства, а также депутаты Верховного Совета Хакасии. Редактор субтитров А.Семкин